Видели кандидата? Расскажите, какие у вас впечатления? Шмат обязаний. Одни лозунги, не моя программа. Чего вы ожидали от этой встречи? Почему пришли и все-таки ожидания и реальность? Расскажите. Просто подивиться. Я поднимаю любого кандидата, который будет за шести годины в трансовый день. Никто этого не обещает. Что вы вообще знаете про кандидатов в президенты? Похоже, я не могу понять, что заводы требуют зашиниться. Потому что они молнии приносят грошей. А что знаете про Светлану Тихановскую? Ему же посадили за то, что у него было найдено шмат грошей, не ведомого происхода. Все же 900 тысяч долларов за плата Шахтаря за 50 годов. И откуда у него такие гроши, вельми текало. Ну, вот его посадили, и она вместо его. За место его. Что вообще она предлагает, когда станет президентом? Вот какие у нее предложения для людей? У нее вот обычные лозунги. И супт из всего поганого за все доброе. То есть обычные обяцанки-цацанки. Пришел в поддержку Светланы Тихановской. Что вы не знаете, расскажите. Что она обещает? Она ничего не обещает. Мы же знаем, что эти выборы для нее, как бы, переходной период. Чтобы потом были назначены честные выборы. Что она может обещать сейчас. Мы же знаем, что она ничего не может обещать. Никогда не хотел голосовать за Лукашенко. Сейчас пойду проголосую. Специально. Потому что, когда хотел голосовать, он вечно проходил. Когда мимо. А когда сейчас пойду голосую, посмотрим. Пойдете голосовать за Лукашенко? Конечно. Да, познакомиться. Пришел узнать. Посмотреть на альтернативных кандидатов. Что знаете о Светлане Тихановской? Что она предлагает? Да еще пока мало что знаю. Все вот слушаю, что она предлагает. Пока просто интересуюсь, ознакомлюсь. Потому что хочу поближе узнать. Есть какие-то причины, что это не устраивает? Почему пришли? Да нет, я пока все устраивает. Все мне по концу нравится. Чего ожидаем? Жидаем, что все-таки выборы состоятся. И победи справедливость. Наверное, так. А что знаете о Светлане Тихановской? Что она предлагает? Честно говоря, я не очень знаю ее программу, но знаю, что она продолжила дело своего мужа. И уже это вызывает большое уважение. Вы сами из Бобруйска? Я нет. Но я родилась в Бобруйске. Откуда вы приехали к нам, да? Да, я из России, из Москвы. То есть, по факту, она обещает только, что проведет нормальные выборы? То есть, то, ради чего я могу за нее голосовать. Потому что, как кандидат, она несостоятельна, в плане того, что кандидатом шел ее муж, а ее мужа задержали.